Приветствую вас, дорогие друзья. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Суходуев Алексей, и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас технико-экономический вебинар. Вначале это будет вводная часть, затем будет расширенная часть. То есть вводная часть у нас в основном, дорогие друзья, предусмотрена для новичков, и мы избавляемся от термина «новички», потому что новички – это больше в каком-то проекте и так далее. У нас не интернет-проект, у нас достаточно серьезный действительно бизнес и народное финансирование, крупнейший в будущем корпорации. Поэтому давайте, пожалуйста, пройдем опросник. Те люди, кто присутствует в первый раз на вебинаре SkyWay на вводном, пожалуйста, проголосуйте, либо поставьте циферку 1, либо 0, соответственно, в чате. Для того, чтобы понимать элементарно, каким образом строить вебинар и сколько у нас людей, кто еще не в курсе о проекте SkyWay присутствует на вводном технико-экономическом вебинаре. И пока мы с Сергеем Анатольевичем ведем в том формате, в котором ведем данный вебинар, пожалуйста, пользуйтесь случаем, пользуйтесь шансом приводить тех людей, кто еще не в курсе о проекте SkyWay. И вводные вебинары мы начинаем уже называть как азбука SkyWay. И здесь действительно основные моменты рассказываются для того, чтобы сложилось понимание, что за проект, почему это возможность, которая бывает раз в сто лет. И, собственно, почему уже больше 350 тысяч людей по всему миру поддерживают этот проект и стремятся, более того, рассказать об этом проекте все большему количеству людей. И почему люди торопятся инвестировать, кто-то, собственно, просто наблюдает, кто-то, наоборот, ускоряется в своих желаниях. Потому что народное финансирование будет длиться, на самом деле, не вечно. И как только будет реализован проект Эко-технопарка, то есть это демонстрационный тестовый участок для возможности технологии, соответственно, будут уже реализовываться адресные проекты. И насколько будет участие плотное именно народных инвесторов, которых сейчас есть возможность стать совладельцами, дольщиками и получить обязательства международной корпорации SkyWay, зависит, соответственно, от воли головной компании и лично от Анатолия Эдуардовича Юдницкого. И от тех обстоятельств, которых на самом деле сегодня мы не можем предсказать, это вход крупнейших инвесторов, вход финансовых фондов. И уже многие за нами наблюдают, дорогие друзья. И не долг тот час, когда начнутся крупные инвестиции, финансовые вливания уже не на сотни тысяч долларов, как вот сейчас рекорд есть на 330 тысяч долларов, но уже на десятки и сотни миллионов долларов. Это время настанет, одно я могу сказать. Точный срок, вот как хотите, задавайте вопросы, пытайтесь, что хотите, делайте. Ну, я просто не знаю этих сроков, на самом деле, несмотря на то, что даже немножко прогнозировать, именно вот обучаясь у Сергея Анатольевича, общаясь с ним, фактически каждый день научился, прогноз этот будет неточный и расплывчатый. Но одно я могу сказать, дорогие друзья, что действительно вот сеть, которую мы сегодня создаем на основе струнных технологий, сеть Transnet, это то, что будет следовать за интернет. Это то, что, собственно, будет развиваться несколько даже быстрее, чем интернет, и больше проектов по применению сети, в отличие, допустим, от сети интернет, хотя фактически сейчас оптоволокно входит фактически в каждую многоэтажку в любом городе России, и фактически везде есть интернет, исключение, ну, какие-нибудь природные места, заповедники, высокогории и так далее. И это на самом деле абсолютно правильно, человек где-то должен отдыхать от интернет, но сеть Transnet будет, возможно, прокладыванием на любом типе рельефа, местности, поверхности земли, и это действительно единое будущее транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное. Даже мы предполагаем, что финансовое, социальное, все эти нюансы также сейчас прорабатываются, и, соответственно, этой сетью будет пользоваться 99% населения на земном шаре. Меня поразил тот факт, дорогие друзья, уже более 7 лет назад я присутствовал первый раз в Европе, и удивился тому факту, что еще когда мне было 23 года, сейчас мне 30 лет, человек без определенного места жительства, без определенного социального статуса, и не среднего даже класса, пользовался смартфоном, пользовался мобильным телефоном с сенсорным экраном, 7 лет назад, вдумайтесь в это, и если вернуться чуть-чуть пораньше, то, собственно, вот эта вот умная коробочка сейчас имеет потенциал использования сигналов, использования нагрузки, ту, которая несла когда-то на себе московская городская телефонная сеть. Естественно, это была проводная сеть. Если сравнивать, насколько мир изменился, можно очень много фактов приводить. Я также хотел бы привести из своего опыта, что также вот примерно чуть больше 5 лет назад я несколько боялся совершать онлайн-денежные переводы через онлайн-интернет-банк, несмотря на то, что я по рождению уже вот этой эпохи гаджетов, смартфонов, мобильных устройств и так далее. Но все же у меня возникало сомнение, опасение, страх, и насколько сейчас я привык вообще к совершению денежных операций именно через мой мобильный телефон, это невозможно словами описать. И транснет, благами сети транснет будут пользоваться люди, абсолютно не задумываясь об их функционировании. Это юнибайки, легкий прогулочный транспорт, это юнибусы, это юнилеты и, соответственно, юникары, юнитреки, если говорить про грузовое уже направление. Этим действительно будут пользоваться как предприятия, так и отдельно взятые гражданы многих стран, многих континентов земного шара. Если приводить сравнение, вот почему социальная сеть, даже вот уже на сегодняшней стадии наши коллеги с головной компанией дел программирования. Я очень всегда рад общению с программистами головной компании, потому что мы обсуждаем, что можно улучшить и так далее. И, соответственно, уже закладывается возможность общения, возможность создания своих аккаунтов. И более того, если сейчас вы имеете аккаунты в социальной сети, то также вы будете иметь свой транспортный аккаунт, который вы можете зайти и переместиться из точки А в точку Б. Я надеюсь, что вот эта аналогия и сравнение более-менее понятны. И если в двух словах описать, что такое интернет, это возможность хода в любой точке мира, в сеть, скачивания любого объема информации и нахождения, соответственно, любой информации, совершения любых действий внутри глобальной компьютерной сети интернет. Но что касается транспортного перемещения, я не могу сейчас выйти из своего дома, сесть на маршрутку и, не выходя из маршрутки, переместиться, соответственно, не то, что даже в Екатеринбург, проживая в Челябинске, Екатеринбург примерно, в двух с половиной часах езды на автомобиле находится от меня. Ну, переместиться, допустим, в Москву, не тратя время на пересадки, на переезды, на ожидание подвижного состава, на ожидание транспорта, на изменение времени прибытия и так далее. То есть, не отрываясь от повседневной реальности и действительности. И на самом деле, дорогие друзья, это абсолютная реальность, потому что это сейчас мы воплощаем. Но все началось, дорогие друзья, не так быстро и не так, так скажем, стремительно. В конце 70-х годов, Анатолий Эдуардович, я не буду сильно заставлять плавиться мозг тех людей, кто только присоединяется к проекту, и не буду погружаться в общепланетное транспортное средство. Ну, как раз-таки с концепцией общепланетного транспортного средства, которое представил Анатолий Эдуардович Юницкий в 88-м году. И за счет оптимизации этого транспортного средства, миссии которого, по мнению Анатолия Эдуардовича Юницкого и мы поддерживаем, является вынос промышленности в открытый космос. Но, естественно, время этому глобальному инфраструктурному проекту на тот момент не пришло, хотя оно пришло еще 20 лет назад по необходимости и надобности в плане экологии. Соответственно, за счет оптимизации, вот вы видите опоры, сама путевая структура, эстакада достаточно массивная, она была оптимизирована под биорельсовую систему. И, соответственно, сейчас уже путевая структура, о которой чуть-чуть попозже пойдет речь, мы расскажем обязательно и вы поймете, почему же называется струна. Ну, а тем, кто любит заглядывать в будущее, вкратце могу сказать принцип действия общепланетного средства, потому что я лично очень хочу совершить первый рейс на общепланетном транспортном средстве и подняться на высоту 300 километров. Я абсолютно не сомневаюсь, что это реально, потому что Анатолий Эдуардович обосновал это все в своей монографии, публикации, струнные системы на Земле и в космосе. Это еще в конце 80-х годов. И, соответственно, принцип действия заключается в том, что это кольцо расширяется, поднимается на высоту 300 километров за счет действия центробежных сил, которые создаются за счет магнитного поля, которое, в свою очередь, создается за счет раскрутки маховика линейного электродвигателя. Вот вы видите справа вверху, но не буду сильно грузить. В общем, это будет, но это будет чуть попозже. Сейчас мы поговорим непосредственно о том, что будет вот-вот уже в ближайшее время. И в 2000-х годах произошел действительно переломный момент в развитии сети Transnet. И сегодня тот способ, который мы используем, дорогие друзья, тот способ оповещения, рассказывания о проекте, о существовании проекте нашим близким, родным, незнакомым и знакомым людям. Сергей Анатольевич также подсел в самолете позади лебедя Александра Ивановича, который на тот момент являлся губернатором Красноярского края и рассказал, каким образом можно, порекомендовал, я бы сказал, порекомендовал, каким образом можно увеличить прибыли Российской Федерации, предотвратить возможные надвигающиеся, которые мы сейчас отчетливо видим, экономический и финансовый кризис посредством внедрения струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого, который, соответственно, может вывести Россию-матушку в лидеры действительно как мировой финансовой системы, так и не стоит забывать, что у России изначально имеется очень выгодное географическое положение, геополитическое положение. Это фактически транспортный коридор. Лебедь Александр Иванович все это понял, будучи абсолютно разумным и жестким управленцем, кстати, он был одним из кандидатов в высшие круги управления Российской Федерации на тот момент, и буквально через несколько недель после разговора с Сергеем Анатольевичем Лебедь Александром Ивановичем оказал финансирование и провел первый транш на строительство технического демонстрационного тестового участка в городе Озера Московской области. Испытания происходили с 2001 по 2009 год, и, соответственно, было множество экспериментов проведено. Фактически ЗИЛ, уходящий в небо, это подвижная лаборатория, даже намораживание на путевую структуру было. И пара колесо и стальной рельс действительно разрубало все препятствия, которые намораживались. И, к сожалению, либо к счастью, как мы сейчас и сознаем, в 2009 году испытательный стенд в Озерах был полностью уничтожен, разрезан спецтехникой и увезен неизвестными лицами в неизвестном направлении. И, собственно, это реальность, дамы и господа, после общения с потенциальными крупными, крупнейшими инвесторами, когда все переговоры заканчивались тем, что на самом деле сейчас вы либо принимаете наши условия, и мы входим в ваш проект, финансируем ваш проект, но вы являетесь никем, у вас минимальная доля. И, как говорится, зачем кузнец, если кузница и так будет ковать. Но Анатолий Эдуардович Уницкий на это был абсолютно не согласен. И наше с вами счастье, дорогие друзья, что в 2013 году после общения с министрами, с послами, с олигархами, с предпринимателями, с мэрами, с губернаторами, и с президентами даже странно, с представителями ООН, Анатолий Эдуардович понял, что все это на тот момент тщетно, и развитие проекта крайней попыткой может быть народное финансирование схемы краудинвестинга. Этот достаточно серьезный шаг Анатолий Эдуардович принял в 2013 году. Я непосредственно присоединился, дорогие друзья, к проекту в начале 2014 года. В декабре 2013 я о нем слышал, но так как был полностью погружен и долгое время, с 2011 года, занимался построением сетей, структур, различных интернет-проектах. И не поверил в начале, что это не легенда, что это не завуалированный хайп и так далее. Изучал, смотрел, только в январе присоединился, когда второй раз уже мне дал информацию человек, сказав простые слова на самом деле. То есть Алексей, я инвестировал сегодня 100 тысяч рублей в какой-то проект, который говорят, что он будет более серьезный по капитализации, чем Apple и Google. Этого человека мнение для меня было авторитетно. Я решил изучить, посмотреть. Ну и как я попал на первый вебинар, еще тогда Анатолий Эдуардович вел вебинары, дорогие друзья. И, собственно, меня полностью засосало, захватило. И сегодня, собственно, уже на расширенном технико-экономическом вебинаре мы расскажем про адресные проекты, то есть применение технологии Skyway, которые уже инициируются в различных точках земного шара. И очень радостно, что имеется возможность принимать непосредственно участие в этих процессах. Более 350 тысяч людей по всему миру, и в том числе Сергей Анатольевич, я, в том числе те люди, которые и до этого присоединялись к проекту Skyway, оказывали какое-то действительно влияние положительное на развитие проекта. Мы все способствовали и способствуем сегодня развитию, строительству и воплощению действительно в железе, в бетоне, в арматурах. Вначале эти были чертежи, вначале это был договор по приобретению земли, по аренде земли. И, соответственно, сейчас это уже реальность, сейчас это воплощается в строительство. Развиваются три направления, дорогие друзья. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт и высокоскоростной транспорт. И чуть больше семи месяцев назад появился легкий прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт. Это, соответственно, я могу сказать, наши мускулистые, юркие, бойкие товарищи, друзья, которые являются хорошим ключом первичному знакомству чиновников на территории Российской Федерации в ряде городов. Мы начали общение именно с юнибайков, и представители властей автоматически переключаются. А можете ли вы решить проблемы, допустим, 10 тысяч человек за 2 часа перевозки и так далее? А есть ли у вас грузовое направление? То есть это, знаете, как эффект стула. Мы показываем направление легкое прогулочно-спортивно-туристическое, они уже переключаются на серьезные направления. И все эти переговоры ведутся, установлены уже и подписаны, я бы не сказал, что сотни, но более десятка, может быть, даже несколько десятков различных меморандумов о сотрудничестве, соглашений, протоколов о намерениях. Ведется работа, планомерная работа, инициированы адресные проекты. И действительно, почему все эти люди, 350 тысяч людей поддерживают, и в чем заключается поддержка, даже просто в регистрации, и просто в следовании за развитием проекта, наблюдании за развитием проекта. Это тоже поддержка своего рода, дамы и господа, потому что когда-то этот человек все равно присоединится к проекту, потому что не присоединяться будет уже невозможно. Мы сможем, дорогие друзья, что касается социальной направленности, перемещаться дешево, безопасно, комфортно. Если говорить про стоимость проезда, то недавно я специально проехался на нашем общественном транспорте в городе Челябинске. В прошлый раз я ездил, если не ошибаюсь, полгода назад было 15 рублей, сейчас уже 20 рублей. Это при том эффекте, что стоимость продуктовой корзины, на самом деле, дорогие друзья, настолько увеличивается. Экономическая ситуация все больше усугубляется. Но почему-то стоимость проезда в транспорте растет. А что сделать тогда пенсионерам, что делать студентам, которые вынуждены перемещаться, вынуждены искать свое место, место работы и вообще свое место в мире. То есть сугубо важно, на самом деле, перемещение в транспорте, потому что это наша мобильность. И представьте, насколько ускорились процессы при появлении мобильного интернета, я не говорю уж при появлении интернета, насколько ускорились финансовые операции, банковские операции, и биржевая торговля и так далее. Если говорить про биржевую торговлю, то тут вообще как бы высокочастотные сигналы, которые подаются в тысячные доли секунды, каждую тысячную долю секунды, их умудряются даже перехватить, чтобы обогнать, соответственно, рынок. Вот даже такие технологии сейчас применяются. На самом деле сеть Transnet и технология Skyway имеет и простые, и одновременно различные ноу-хау, которые сложно будет повторить. И в этом, дорогие друзья, наша сила, наша разумность, логика применения, развития, формирование стратегии на несколько лет вперед. И у нас есть свои решения, которые есть, например, у фирмы Apple, это их операционная система iOS, которую до сих пор не может повторить Android. Такие решения именно в виде путевой структуры, в виде зашивания туда оптоволокна, силовых кабелей, чтобы было, соответственно, электричество, интернет у нас имеется. А также имеется более серьезное решение, если уж удастся повторить путевую структуру, то многоуровневую путевую структуру вряд ли удастся повторить. Ну и, соответственно, что говорить об инновационности. То есть, если вообще транспорт второго уровня, эта идея витает уже сотни лет, то собрать воедино и максимально оптимизировать сейчас, до сегодняшнего момента, никому не удавалось. Это удалось только Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Действительно, удалось достичь серьезных технических показателей. Это буква А нашей азбуки Skyway, аэродинамика. И без буквы А невозможно вообще развитие стремительное сегодняшнее Skyway, потому что только расположение на втором уровне, дорогие друзья, способствует увеличению показателей эффективности аэродинамики 2,5 раза. Только расположение на высоте 5-15 и выше метров над землей. Я уж промолчу про действительно высокоэродинамичные и суперэффективные обводы корпуса. Вот вы видите подвижной состав высокоскоростной, который мы планируем создавать или демонстрировать уже в 2017 году. В 2016 у нас будет демонстрация подвижного состава в Берлине 20-23 сентября. И, соответственно, да, каждый сможет, желающий на выставке, посмотреть, потрогать, пощупать подвижной состав, будь то это юнибайк, будь то это юнибус, то есть легкий прогулочный, либо городской пассажирский транспорт. Но одно я могу сказать. Ту аэродинамику, которую показывает сейчас Skyway, современному транспорту очень сложно переплюнуть. Соответственно, от аэродинамики складывается серьезная экономия как топлива, так и материалов при строительстве и при эксплуатации. Естественно, если сравнивать с современным Икарусом, дорогие друзья, то это покажется какой-то сказкой. То есть 50-местный, допустим, Икарус, я не помню, если честно, сколько там человек вмещается, ну, помните, с гармошкой такой автобус замечательный наш, который на российском пространстве перемещается, фактически в каждом городе. Естественно, некоторые автопарки закупили, Мерседесы и так далее, но принцип движения остается одним и тем же. То есть перемещается пневмашина по обычному асфальту. И много очень сопротивления создается, много затрат создается на преодоление сопротивления за счет неэффективной аэродинамики. И приведу простое сравнение. 2-3 литра примерно будет затраты топлива 50-местного подвижного состава. И, соответственно, перевод на электроэнергию 20 киловатт примерно. Что нерастяжимо абсолютно современному транспорту. Естественно, к счастью для нас, но когда-то и гужевой транспорт невозможно было переплюнуть, и никто не задумывался об автомобилях, никто не задумывался о паровозах. Но сегодня настало время заменить те железнодорожные пути уже на транспорт 2-го уровня, потому что скорость примерно 10-15 километров в час максимум. Средняя скорость перемещения железнодорожного поезда по рельсу железнодорожному. И всех интересует, я думаю, дорогие друзья, новички, тот момент, тот факт, что такое путевая структура, что такое струна. Я вот всегда привожу такой пример, то есть натягиваю провод, неважно, натягиваю бумажку, разрезанную вот так вот тонко. Любая конструкция, которую я натяну, сможет выдержать некое усилие. Я могу положить даже мобильный телефон на расположенные параллельно вот такие конструкции, и он не упадет. Если я чуть-чуть ослаблю, то, соответственно, вся конструкция рухнет. И, как по картинке вы видите, арматурные канаты, они преднапрягаются, растягиваются, закрепляются, и, соответственно, механические крепления обеспечивают, чтобы они там не болтались. Вот вы видите, в сердцевине струны. И далее идет там наличивание спецбетоном. Соответственно, бетон марки, который создан на базе ЗАО «Струнные технологии», которое, соответственно, научно-производственно-конструкторское предприятие располагается в городе Минск и в Республике Беларусь. Никто этого не скрывает. Бизнес-центр «Титан». Вот, более того, скоро мы ожидаем делегацию очень серьезную с Чехии. Сегодня вот вели переговоры. И далее, соответственно, на всю вот эту моноличную уже конструкцию ставится головка рельса. Головка рельса также инновационная. Формируется легкая ажурная конструкция. Посмотрев наверх, вы будете видеть действительно небо, а не те железобетонные, монолитные, массивные конструкции. Что мы увидим, например, в том же дубайском метро, тайваньский, китайский, корейский, французский, немецкий, высокоскоростной транспорт. Я уж не говорю про урон экологии. Но все это, дорогие друзья, очень хорошо, очень занятно, очень убедительно, но не имело бы никакого смысла, если бы сейчас не велось строительство. На самом деле, самое лучшее доказательство эффективного использования инвестиций, то, что действительно мы следуем планомерно по этапам. На сегодняшний день уже седьмой этап, я думаю, уже седьмой с половиной этап. И если в 2013 году был первый этап, то я думаю, что уже в ближайшее время, всего, кстати, 15 этапов, мы сможем эти этапы перепрыгивать. В чем заключается достижение того или иного этапа, дорогие друзья? Очень просто, то есть выполнение определенного рода работ. Это находится в открытом доступе, и каждый может посмотреть. при ускорении финансирования, это мы ожидаем осенью, резкое ускорение финансирования, после демонстрации, после демонстрации уже двигающегося под подвижного состава для ряда представителей государства, министров, чиновников, президентов и так далее. И посмотрите, что было в августе. Это бурьян, покрытый, действительно, зарослями растительностью, очень много работы по очищению, место экотехнопарка было сделано. В октябре уже был заложен фундамент первой анкерной опоры. В сентябре были проведены испытания модели 1 к 10, и для меня, вот как для инженера, механика была удивительна, потому что я сразу это спроекцировал на масштаб 1 к 1, когда при достаточно сильном ветре вся эта конструкция с подвижным составом самим болталась вообще минимально. И минимальные вибрации, соответственно, минимальные раскачивания. Если это перевести, потом задали вопрос на конференции, что было бы, допустим, 1 к 1, на самом деле, вот подобные порывы для модели 1 к 10 были равноценны тому, что раскачивал бы ураганный ветер модель уже в масштабе 1 к 1, и все было бы хорошо, все было бы устойчиво. На самом деле, о современных, опять же, транспорте я не могу такого сказать, потому что современный транспорт даже второго уровня, высокоскоростной, массивные конструкции, опять же, дорогостоящие, опять, я повторяюсь, об этом говорил, но не защищены от наводений, от отсели, от каких-либо ураганов, от террористических актов, атак, и, соответственно, максимальный урон также от экологии происходит. Если дальше следовать строительству, то в декабре 2016-го, 2015-го года, январе 2016-го, феврале уже вы видите продолжение строительства, первые анкерные опоры, далее монтаж 19-ти промежуточных опор, 19-й является стальной, и, соответственно, уже в апреле это был у нас экофест, и вот про следующий экофест мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре, вы видите уже монтаж струнного интеллектуального ограждения, вот сверху, справа, даже танк может в него уехать, и конструкция эту нагрузку выдержит, потому что это также струнная конструкция, предварительно напряженная, и во всю продолжалась в апреле монтаж и строительство первой анкерной опоры, в мае уже запараллельно началось строительство На Экотехнопарке легкой прогулочной трассы началось строительство второй анкерной опоры, в июне продолжилось строительство второй анкерной опоры, монтаж промежуточных опор легкой прогулочной трассы. И если говорить про то, дорогие друзья, что сейчас происходит, это действительно небо и земля по сравнению с тем, что начиналось не так давно. То есть год назад, чуть больше года назад это все началось строительство. Вот вы видите 29 июня 2015 года получение временной регистрации договора аренды земельного участка в городе Марино-Горка и переместимся, допустим, уже на 60 слайд 15 июля 2016. Ну, даже интереснее, наверное, будет. Вот 8 июля у нас начался процесс строительства под анкерной опоры легкой трассы. Далее продолжение монтажа, и вы помните, вот только что я вам показывал, в конце июня только начинался процесс строительства, и вы видите, насколько ввысь уже поднялась вторая анкерная опора. Фактически уже достроена первая анкерная опора, то есть уже ведется пристройка. 15 июля, и это, кстати, тоже ноу-хау, потому что в качестве уплотнения, в качестве удешевления всей конструкции, грунт располагается внутри анкерной опоры, либо на крыше. То есть это удешевление вообще использования фундамента, бетона и так далее. И что для меня вообще просто удивительно и шокировало даже меня, что 18 июля начался процесс строительства, то есть уже фактически три участка параллельно строятся. Вот вы справа видите уже рытье котлованов под грузовую трассу. 18 июля продолжается строительство пристройки канкерной опоры, которая, кстати, будет являться совмещенным транспортно-логистическим узлом, то есть, ну, попросту говоря, станции. И будет способна выдерживать нагрузку примерно 10 тысяч пассажиров в час. То есть это нагрузка, которую сегодня способен выдержать только Дубайский аэропорт и подобные инфраструктурные транспортные сооружения. 19 июля уже нам продемонстрировали юнибайки, и они отличаются даже от того, что, собственно, мы видели на картинках, отличаются, естественно, только в лучшую сторону. Вот это уже происходит в реальности. И это самый главный результат, который достигается. Ну, я не говорю уже про действительно технологическую составляющую и то, что от аэродинамического удара проходящего подвижного состава вот это вот технологическое отверстие на второй анкерной опоры было спроектировано, чтобы, не дай бог, что, чтобы максимально не то, что минимизировать, а просто исключить технические риски. Ну, друзья, меня это как инженера не то, что поражает, а говорит о том, что действительно технически обоснованный проект и действительно все делается максимально правильно, максимально четко и технологических рисков никаких технологий Skyway и вообще проект Skyway не несет в себе абсолютно. Ну, а если говорить про возможность, которая бывает раз в сто лет, дорогие друзья, это действительно уникальное явление и оно пропадет, оно исчезнет и, собственно, сейчас как манна небесная в финансовый кризис участвовать, развивать этот проект, инвестировать в этот проект. Я искренне горд, что участвую в этом проекте, потому что я закладываю семя для своих потомков, для детей, для внуков и не побоюсь этого слова правнуков, потому что капитализация будет колоссальная. Уже оценили серьезные политические и экономические деятели и в начале, и в середине, и сейчас оценивают. И, собственно, год назад к нам присоединился Рот Кук, это бывший министр транспорта, инфраструктуры и развития Южной Австралии. Ну и что говорить про ту замечательную возможность, что просто за интерес к проекту, за проявленный интерес вы получаете минимальный пакет обязательств. Это тоже не бесконечно, это тоже уйдет во временные прошлые рамки, так скажем, то, что вы получаете минимальный пакет обязательств в 100 единиц международной корпорации Skyway. И я приведу такой пример, когда строился Суэцкий канал, когда строилась Лондонская подземка, несколько дней всего не платили, ну, в Лондонской подземке, соответственно, там несколько недель было, Суэцкий канал, несколько дней не платили рабочим и заплатили акциями данного инфраструктурного проекта. Сейчас эти люди ни в чем себе не отказывают. Я не буду говорить точно, я не имею права говорить, допустим, о сотнях, о тысячах процентов и так далее. Это покажет только реальность, это покажет только реальное воплощение сети адресных проектов, над чем сейчас день и ночь буквально мы трудимся. Почему ночь? Потому что иногда разница во времени. И на расширенном технико-экономическом вебинаре я расскажу про Пуэрто-Рико. Вот, пожалуйста, вам разница во времени. 7-8 часов. У меня уже поздний вечер, мы общаемся с коллегами, решаем вопросы, продвигаемся, чтобы дальше в том числе сеть адресных проектов Пуэрто-Рико присоединилась к той капитализации, той мощнейшей капитализации, которая нас ожидает с вами, дорогие друзья. То есть я искренне нисколько не жалею, что когда-то в 2014 году я совершил свою первую инвестицию, чуть больше тысячи долларов. Непонятно, кому на тот момент. Я не знал, кому я перевожу на карточку. Переводил на карточку, потому что только начинался проект, только начинались финансовые потоки. Ничего не было инвестировано, но рискнул. Не сказать, что пока что победил, потому что могу сказать, что победил, когда пойдут первые прибыли и, соответственно, первые дивиденды. Но не то, что нисколько не жалею, но рассказываю всем и каждому об этом проекте Skyway, потому что, на мой взгляд, 99% населения Земли следует знать и быть в курсе о проекте Skyway, потому что это проект века и, как говорится, строй Skyway, спасай планету. Ну а я передаю слово замечательному человеку, эксперту, макропрогнозисту Сергею Анатольевичу Сибирякову. Это тот уникальный действительно в прошлом чиновник, ныне и такой вот мастер сетевого построения, мастер, недавно вот новая амплуа, также дополнительная появилась, мастер проведения прямых трансляций, перископ и так далее. И вот буквально вчера была проведена трансляция в научно-производственном конструкторском предприятии. После переговоров и согласия Анатолия Эдуардовича Юницкого на экотехнопарке все вы можете увидеть. Это действительно стоит дорогого, потому что это эффект реального присутствия на том месте, где творится новая силиконовая долина была раньше у нас Skyway Valley. У нас опять проблемы с включением были, Алексей, два раза не впускал у меня комната. Вот, приветствую, друзья. Значит, у нас идёт сейчас две параллельные трансляции, одна вот на лабинаре на нашем, для тех, кто только постигает азбуку Skyway. То есть раньше мы это называли для новичков, вот, но потом посчитали, что если люди только сейчас узнали о проекте, называть их новичками, наверное, не совсем правильно, хотя в Skyway они новички. Мы вводим сейчас такое понятие, как постижение азбуки, то есть это азбука Skyway. Вот, ну естественно, что сегодня это у нас вводная часть, а на следующем мы прям будем вводить по буквам, буква А – аэродинамика, Б – безопасность, С – и так далее, и так далее. Будем дальше, так, погромче чуть-чуть, да? Звук. Так, давайте это самое. Хорошо слышно сейчас? Так, отлично. Так, а тут, знаете, что может быть, я просто закрыл микрофон. Перископом. Так, хорошо слышно сейчас, да? О, отлично. Так что, ну вот, друзья, сейчас вот Алексей вводную часть уже как бы сделал, мы планировали несколько изменить наш формат общения для тех, кто только включается в проект, сделать этот вебинар больше в записи, но с подключением Перископа и по мере того, как начался меняться формат, мы оставим все-таки вот такой для вхождения вводный вебинар, вот, и будем его транслировать и в Перископе, и в Мирополисе нашей веб-комнате, для того, чтобы сейчас максимально получать эффект и, соответственно, все больше и больше людей приводить сейчас в проект и доводить информацию в проекте, чтобы люди начинали ориентироваться в именно, как мы называем, самом масштабном проекте и знали об этом проекте, знали, как можно в него инвестировать, как на этом можно заработать в будущем, то есть, когда проект капитализируется. Знали о том, как можно заработать сегодня, придя в проект Skyway, это тоже очень, ну, скажем так, тоже очень значимо, большой, поэтому этот проект, ну, как вы видите, уже 16 октября будет трехлетие, это когда зарегистрирована была первая компания в Лондоне, именно Евразия Нравил Skyway, с чего началось продвижение на рынок технологий под брендом Skyway, и как раз это то, что сегодня уже вплотную подходит в демонстрации, все видно и слышно, так, а что, плохо слышно, Друзья, мы все будем рассказывать и о внутренней бирже, и о формировании, и все это, друзья, всего, ну, скажем так, всему свое время. Для тех, кто только подключился к проекту и в Перископе, и у нас сегодня по линии Мерополиса участвует вебинаре, как раз Алексей ввел все основные понятия, показал основы технологии, на чем она строится, почему она называется струнный, почему возник бренд Skyway, как зарождалась интеллектуальная школа, инженерная школа Юницкого, какие она сегодня выводит технологии, это все вот как раз то, что мы уже и на расширенных вебинарах потом показываем, и основная наша задача это довести возможность, довести информацию людям и дать возможность участвовать вот в такого рода масштабничном проекте. Мы сегодня с Алексеем, помимо, вот заметили в Перископе, наверное, мы уже начинаем позиционироваться еще одним очень интересным понятием, это футурологи, то есть мы реально сегодня уже сформировали на основе именно инженерно-технологической школы инженера Юницкого новое футурологическое направление, то есть мы реально сегодня можем описывать и показывать, как будет будущее выглядеть через 3, через 5, через 10, через 20, через 30 и 50 лет, это уже не макропрогнозирование, это футурология, вот более того, мы сегодня находимся несколько в другом плане, что мы это уже реализуем и та команда, которая сегодня вокруг инженерного вот этого ядра Skyway Юницкого, мы сегодня уже приступили к формированию и конкретных адресных проектов, и конкретных уже проектов расселения, создания линейных городов, поэтому это уже практическая такая футурология, если можно ввести такой термин, это тоже очень интересный новый термин, никому еще не было возможности из футурологии прийти практически прикладное значение, наверное, только Джобсу, Стиву Джобсу это удалось, но он никогда не себя позиционировал как футуролог, он всегда был как маркетолог, как эффективный менеджер, и мы как раз видим на его примере, это человек, который создал самую капитализированную компанию за всю историю, вот, тут это, да, я сейчас и в перископе, и на вебинаре, да, друзья, у нас сейчас такая, так, так, тут у нас, вот Сергей есть, у нас опять, это самое, возникает, возникает, то есть это мы уже обсуждали как раз, обсуждали вопросы, ну, как бы это, что у нас на каждом вебинаре появляются, ну, скажем так, как мы их называем, засланцы, то есть люди, задачи которых в перископе, они просто матом пишут и ругаются там, как бы это, ну, в перископе очень просто, я одним нажатием просто блокирую людей, переношу в черный список, и такие люди больше не появляются, под новым аккаунтом тяжеловато идти, а вот в вебинаре, значит, мы уже замечаем, как, что регистрируются под несколькими аккаунтами, и начинают хулиганить, начинают там писать гадости, вот, это, друзья, такой считаем, естественным, такой, нормальным его не назовешь, потому что, когда смотришь, такого рода не совсем порядочных людей, это ненормально, но, друзья, давайте к этому относитесь спокойно, когда будет возможность, я буду блокировать, вот, выкидывать, сейчас Алексей имеет такую возможность, поэтому, вот, время засланцев прошло, они уже не страшны, да, абсолютно, друзья, и, знаете, здесь вот как раз одна из целей, почему вчера были люди из, ну, главный редактор и ведущий корреспондент из открытой механики, вот, журнала, потом онлайнер, это белорусская, и я как раз подключился к этой работе по просьбе Анатолия Дуаровича, мы сделали в прямом эфире репортажи в Перископе, их-то оттуда теперь выковерить невозможно, это все уже идет по интернету, это во многих чатах, ресурсах, вот, поэтому, друзья, мы показали работу, реальную работу конструкторского бюро без всякой подготовки, то есть это ходили, снимали, и это было видно, что рабочая организация, растущая организация, потом конструкторская, потом производственная база, которая перешла к нам от ее мобиля, вот, потом Марьина горка строительства, это все, друзья, как раз показывают, что теперь кто, у кого будет желание или там сказать, что мы в фотошопе рисуем фотографии, а есть сегодня такие деятели, которые там собираются обсуждают, что сделано у Юницкого не так, вот, я могу сказать, что вчера очень такой серьезный материал, и мы вечером еще с Анатольевичем его отсмотрели, весь посмотрели комментарии, посмотрели, что можно усилить, что в следующий раз, и я могу сказать, что это такая хорошая сейчас рабочая, рабочий материал для того, чтобы использовать нашими партнерами, использовать нашими союзниками для того, чтобы показать, что, ребята, что бы вы ни говорили, мы создаем, мы делаем, нам есть чем отчитаться перед акционерами, перед партнерами, и нам есть что показать уже в стадии, когда технология переходит от, как мы говорили, с точки зрения финансового, этого не может быть, а если это правда, когда начинается считаться уже доходность и привлекательность проектов с применением технологии Skyway, а с точки зрения технологии, именно инженерной вещи, мы сегодня от декларации возможности технологии переходим к демонстрации возможности технологии, это, друзья, как вы понимаете, возможно только инженерными технологическими решениями, конструкциями с эстакадами, подвижным составом, это, друзья, идет уже реальная инженерная работа, вот, и на сегодняшний момент, вот, если обобщать и делать, и говорить, куда мы живем, что решено по натяжению струн в рельсе, что решено, тут мне просто вопросы задают, могу сказать, что, друзья, решено все, вот, поэтому все технические вопросы сегодня решены, идет уже строительство, идут уже испытания узлов, идут продувки в аэродинамических трубах, и, что самое главное, друзья, в сентябре будут демонстрироваться на мировой инновационные выставки и на транс, а в октябре будут показаны действующие образцы, поэтому все вопросы технические, которые сегодня у кого-то есть, они все будут продемонстрированы в Марьиной Горке, поэтому мы вас зовем, ну, где будет показываться, мы будем показывать это в прямом эфире, где мы будем собирать сторонников, это будет уже непосредственно на нашем испытательном уже стенде, эко-технопарке, то есть то, где будет вся продемонстрирована технология, вот, поэтому с технической точки зрения после октября, ну, практически никаких вопросов оставаться не будет, вот, все будет по мере готовности демонстрироваться, то есть в октябре мы начнем только первые показывать элементы технологии, которые уже защищены патентной, которые можно сегодня показывать уже и конкурентам, и сторонникам, и заказчикам, и потенциальным партнерам по бизнесу, это как раз, друзья, начало большой работы. Задают вопрос, а когда будет завершена демонстрация, я могу сказать, завершена она не будет никогда, то есть это начало процесса, но завершен он будет никогда, так же, как авиация, она постоянно дает новые модели, она постоянно совершенствует аппараты, она постоянно улучшает двигатели, аэродинамику, видели на производстве, собирают макет Юнибуса и уже предсериями. Никакого не макета, сейчас собирается уже действующий образец, и не только Юнибайка, но и Юнибуса, и в Берлине 21, 23, 24 сентября, 22, 23, 24, будет именно продемонстрированы уже действующие образцы, и это образцы, которые находятся на мировом, скажем таком, лидирующем позиции с точки зрения того, что будет дальше развиваться и делаться. Вот, поэтому в завершении сейчас, друзья, обычно тут вопросы, это лохотрон, нет, друзья, это не лохотрон, это действительно очень серьезный проект, который, скажем, равных которому не возникало и в ближайшее время, наверное, не будет, поэтому мы всех поздравляем, кто подсоединяется к этому проекту. Поэтому в завершении у нас уже традиционно, я могу сказать, что мы всегда показываем логикой, мы показываем сравнениями, мы показываем анализом тем, что мир за последние 15-20 лет изменился радикально, и то, что мы сейчас делаем, утверждаем и показываем, что мир за ближайшие 15 лет изменится еще более сильно. И вот то, что Алексей говорил, интернет нам привел к тому, что мы сегодня открываем ноутбук или открываем, включаем свой смартфон, и мы входим в мир информации, в мир интернета, который создал новые отрасли, который создал новые направления, когда создал новые потребительские качества, без которого мы не можем шить. Так вот, друзья, то, что мы создаем, это транснет, это следующее цивилизационное развитие, это следующий вид технологий, который позволит, находясь в информационном поле, то есть в интернете, при этом еще и физически перемещаться, и таким образом транснет, это когда вы в своем стуле, в своем кресле, в своих тапочках, даже не нажимая на кнопку, а управляя голосом, можете перемещаться из любой точки мира в любую точку мира. Это то, что мы создаем, это то, что будет называться, и то, что будет реализовываться транснетом. Сегодня мы начинаем реализовывать первые адресные сетевые проекты, именно сети транснет, дальше она будет, естественно, развиваться очень быстрыми темпами, и через буквально несколько лет, 5-10 лет, 15 лет, будет построено миллионы километров дорог, и вот как раз эта сеть транснет оформится, и это как раз станет реальностью. Мы, это сейчас, почему мы начинаем позиционироваться с Алексеем, что мы именно футурологи, которые это все описывают, делают, знают, как это будет происходить, это и есть футурология, это описание будущего. Но мы вводим новое понятие, мы, друзья, практикующие футурологи. Это вообще новое понятие в такого рода направлениях, что такое практикующий футуролог, такого, наверное, еще не было, но мы как раз показываем, что мы создаем, мы участвуем в компании, и мы активные члены команды, активные участники компании, которое именно будущее, которое описывает сегодня, делает реально уже реализуемым и еще и капитализируемым. Поэтому это новое то, что мы сегодня делаем, это все идет благодаря именно инженерной школе, инженерно-технологической школе. Вот так, ну давайте за такие вещи мы, конечно, будем сразу наказывать. Вот, то есть люди, которые рукаются матом и тем более неуважительно относятся ко мне и к другим, я, друзья, из своего аккаунта буду просто безжалостно удалять, потому что я общаюсь с большим количеством очень уважаемых людей, и меня считают очень уважаемые люди, очень много, большое количество людей. Поэтому как-то придурки и дебилы заходят ко мне на аккаунт, и тем более неуважительно я буду сразу удалять, так сказать, из-за этого. Вот, так, тем более дебилы, я говорю, сегодня есть маньяки, то есть у меня есть ряд людей, которые уже пишут и угрожают в сайте, то есть это есть элемент, наверное, зависти, потому что я общаюсь с большим количеством серьезных людей, серьезных бизнесменов, вот, а люди, которые неудачники, люди, которые в своей жизни ничего никогда не сделали и не сделают, у них кроме злости, кроме зависти ничего нет. Это ощущается сейчас и по отношению к проекту, к всему, это и отношение к Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Это, друзья, как раз участь всех неудачников. Если эти неудачники три года назад говорили, что у вас ничего не получится, что вы лохотрон, что вы это, то сегодня, когда идет стройка, идет подготовка к демонстрации, идет изготовление юнибусов, юнибайков, то когда, друзья, я это вижу, вот, просто вчера был на Марьиной горке, и, друзья, просто, вот знаете, вот, как переполняет такое неимоверное чувство гордости, радости, что вот мы с Алексеем участвовали в том, что год назад разделась идея концепции юнибусов. Причем, я от Юницкого слышал это 15 лет назад, но вот именно с точки зрения, как перспективного направления, мы с Алексеем убедили Анатолию Эдуардовича сделать это сегодня направление главным, сегодня, что это будет спрос, что это будет, и Анатолий Эдуардович перенаправил часть работы КБ, и когда ты видишь, что за год спроектировано, сделано, изготовлено, и сегодня уже приступаем к испытаниям, то, друзья, просто сама причастность к этой работе, она, конечно, переполняет работу. И когда все, кто был на нашем апрельском фестивале, когда видели, когда строится, делается, я всем рекомендовал, друзья, подойдите к этим недостроенным опорам, к этим, это, фотографируйтесь, делайте, потому что дальше, когда это все смонтируется, это будет ездить, это будет выглядеть не так, понимаете, это уже все-таки готовая продукция, а когда у вас есть вся ретроспектива, и вы можете сказать, что благодаря и моему вкладу это тоже будет реализовано, это, друзья, конечно, очень важно, и почему я очень серьезно отношусь к фотографиям, к фотографированиям, и вместе, когда и на строящийся объект, потому что у меня сейчас есть весь пакет документов и фотографий, которые мы делали 15 лет назад, 16 лет назад Мариной Горки, то, конечно, друзья, это очень дорогого стоит, это уже история, это технология первого поколения, сегодня мы уже с вами реализуем Мариной Горки четвертого поколения, и как вчера Анатолий Дуарчич чуть-чуть приоткрыл тайну, что сегодня уже идет во всю работа проектирования, сначала концепции выстраивания, сегодня уже часть проработки схематически, уже пятого поколения технологий, и в этом плане, друзья, почему мы себя именно позиционируем как лидеры, как мировые лидеры, потому что мы постоянно по десятикратной недонфируем, насколько это может устроиться в ручку, вот, друзья, я могу сказать, что это по планам, который выстраивался, что мы должны были делать 10 раз больше работ, но с точки зрения, Анатолий Анатолий прокомментировал, потом это сделал, мы с ним много обсуждали, что с точки зрения выполненных работ никакой отставания нет, это планы, это были, так сказать, наши прогнозы о том, что мы будем делать больше работ, но если бы было больше финансирования, мы бы сейчас ввели еще и параллельно работу грузовых терминалов и перегрузку угля и руды, но, друзья, сегодня мы делаем то, что возможно в наших силах, и то, что мы уже готовим в демонстрации три вида струнного транспорта SkyWay и то, что должно вывести на заказы и на реализацию конкретных адресных проектов, здесь, друзья, никакого отставания нет, имеется в виду, что если бы сейчас было финансирование в 10 раз больше, то сейчас бы в 10 раз больше было бы выполненных работ, но сейчас идет выполнение работы ровно настолько, насколько мы с вами можем обеспечить финансирование этого достаточно для того, чтобы продемонстрировать в октябре и запустить старт технологии. Поэтому, друзья, здесь все, так, через сколько лет все будет готово, но, как я сказал, уже в октябре этого года мы уже запускаем ряд вопросов. Ну, давайте сейчас, как традиционно мы, друзья, делаем небольшой перерыв, буквально на 3-5 минут, за это время у нас проходят очень важные ролики, которые мы показываем, которые сегодня наиболее актуальны для того, чтобы показать сегодняшнее состояние технологии. Конечно, когда Михаил Кириченко строй SkyWay спасает планету, и только у меня, наверное, мурашки по коже бегут, а еще очень многих. Поэтому давайте сейчас небольшую паузу, потом я где-то на 20-30 минут еще делаю определенные вещи, которые хотел бы сказать, потом передам слово Алексею, и я уже потом после этого выключусь, и Алексей будет заканчивать вопрос, потому что нам с Анатолем Доваровичем надо будет еще уехать сегодня ряд по делам. А я, если он сейчас закончил совещание с конструкторами, я вот в этот перерыв постараюсь, ну, не то чтобы небольшое интервью, а просто как бы те, кто в Перископе, чтобы была возможность, ну, напрямую пообщаться хотя бы там коротко-ротенько с генеральным директором, автором проекта Skyway. Все, друзья, на этом у нас небольшой перерыв, вот, я сейчас делаю паузу, вот, а мы с вами встретимся буквально через 2-3-5 минут, когда пройдут... Так, то тут еще не было. Месская хромадная доправа Месская хромадная доправа.